Всем моим зрителям огромный привет! С вами я, Юлия Crazy Nails. Я знаю, что вы любите видео с педикюром. В этом видео будет коррекция моих ногтей, которых вы так сильно переживали в предыдущем видео. Очень многие написали, что у меня слишком длинные ногти, но я делаю их в отпуск, и я знала, что я их в скором времени переделываю, как только приеду. Так вот, прошло не так много времени, я их переделываю, практически ничего не отросло, поэтому переживать не стоило. Дальше девочки писали многие, что у меня анихолизис, так вот, сейчас мастер уберет длину, и вы поймете, что никакого анихолизиса там у меня нет и не могло быть. Просто у меня так глубоко посажены ногти. В данном случае мы снятие делаем любой фрезой, твердосплавный, можно синий, зеленый, красный, без разницы. Главное, чтобы вы это делали с умом и аккуратно. По поводу длины, ранее я говорила, что мы убираем длину бочонком, но бывает и такое, что убирают некоторым из терапилкой, все-таки у нас в студии разные мастера, они делают немножко по-своему, как кому комфортно и удобно. Дальше мы отодвигаем кутикулу. Как вы видите, мастер делает это кюреткой. Опять же, это зависит от ситуации. Если кутикула легкая, кюретка, если более сложная, то при помощи апельсиновой палочки, либо фрезы. Дальше мы переходим к вычищению птериги. Работаем фрезой пламя, диаметр 0,23. Конечно же, исключительно красный пояс, потому что на ногах всегда кожа более чувствительная, нежная, тонкая. Здесь нужно работать деликатно и аккуратно. В этот раз я решила снимать видео от себя. Снимала на самом деле это я опять. В общем, у меня, как обычно, если что-то не получилось, вы, пожалуйста, на меня не обижайтесь. Я все еще ищу то самое удобное положение. Всю продукцию, которую вы увидите в этом видео, вы сможете приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылка будет на него в описании. И вы знаете, я вообще не любитель френчей, многие об этом знают, но на ногах я решила его попробовать. Почему? Потому что, во-первых, я приехала с отпуска, у меня загорелые ноги. И мне кажется, на загорелых ногах он смотрится выигрышнее, чем на бледных, какие у меня были до этого. Продолжение следует... Дальше мы делаем срез твизерами. Дочищаем то, что вдруг было не дочищено ранее, конечно же. У нас же должен быть чистый, красивый эстетический педикюр. Дальше мы делаем срез твизерами. Наносим все то же самое, что я и рассказывала в предыдущих видео. Сыворотка для вросших ногтей и ремовер для кутикула. Это все материалы от Golden Trace. Мы их в студии не продаем, поэтому можете не спрашивать. Наносим на всю поверхность пальчика, возле кутикулы, боковые валики, пазухи. И оставляем на некоторое время, чтобы у нас подействовал этот состав. Дальше при помощи этой же апельсиновой палочки мы подчищаем все из-под кутикульного пространства и пазуху. Дальше при помощи этой же апельсиновой палочки. Кюреткой проверяем большой пальчик на вырастание ногтей и не только, кстати, его. У меня, как обычно, здесь под ногтевая мозоль. В том видео, где мне вытаскивали под ногтевую мозоль, с левой ноги ее там не оказалось. Но на правой она как бы есть. В этот раз мы ее тоже вытаскивали, но, естественно, я показывать вам уже этого не буду, потому что это было в предыдущем ролике. Кстати, пишите в комментариях, какой педикюр на ногах вы предпочитаете. Именно цвет в педикюре. Либо это темные цвета, либо светлые, либо это вообще классика френч. Чаще всего на ногах я вижу более темные цвета, чем светлые. Наш педикюрчик готов. Чистота. Наша Саша великолепна. Это, кстати, мастер-преподаватель. Поэтому, если вы не знаете, куда сходить на идеальный педикюр, то советую заглянуть к нам в студию. Находимся мы в Москве. Дальше мы наносим камуфлирующую базу от Рокси под номером К03. Это один из популярнейших цветов этой линейки. Этот товар вы также можете приобрести у нас в студии. Наносим мы тонким слоем на все пальчики. Просушиваем 30 секунд. И дальше наносим также второй слой на все пальчики. И тогда у нас цвет получается поднатуральный. Он перекрывает ногтевую пластину и смотрится очень неестественно. Продолжение следует... Дальше мы берем белый гель-лак под номером 2. Он очень плотный и идеально подойдет для французского маникюра. За счет своей консистенции он плюс хорошо самовыравнивается и не дает толстого бордюрчика. Рисуем мы френч по липкости камуфлирующей базы. Не снимаем липкий слой. Френч мы рисуем не с высокими усиками, а с низкими. То есть это классическая стандартная улыбка. Я когда-то давно делала, давно-давно педикюры. Это было в домашних условиях. И я его делала аналогично маникюру, но без пяток. Потому что пятки я не понимала, как обрабатывать. Я не училась, честно скажу. Было у меня такое. И для меня был педикюр. Это вообще какой-то мега быстрой процедуры. Тем более френч. Это вообще все так было быстро. Конечно, это было тяп-ляп. Я сейчас это прекрасно понимаю. И знаете, почему я прекратила его делать? Потому что у меня появилась какая-то брызгливость. Была одна ситуация. Если вы хотите, я расскажу про нее в следующем видео. Пишите в комментариях. Ну и плюс, у меня очень сильно болела из-за педикюра спина. Потому что это было не на педикюрном кресле. Это было на табуретке. Клиент сидел на стуле. В общем, ну сами понимаете, какие-то были полевые условия, в которых невозможно было нормально работать. Поэтому я с педикюром прекратила. И сейчас мне кажется, что я опять начинаю в него влюбляться. Дальше мы берем один из самых популярных топов. Это Уна Супер Шайн. Перекрываем им все пальчики. Этот топ замечательно выравнивается. Дает минимальное количество пузырей. Уже проверен в работе ни первый, ни второй год. Уже давно на нем работаю. И настоятельно вам рекомендую. Только не попадайтесь на поделки. Никакого выравнивания, естественно, на ножках мы не делаем, чтобы не создавать давление на ногтевую пластину. И так нам без этого давит обувь. Поэтому это давление мы не удваиваем. В конце мы опиливаем тарел, чтобы была красивая, четкая форма. И да, после опила ничего не отваливается. Все замечательно носится без сколов. Знаете, когда я увидела свои ножки, я влюбилась. Ни разу не делала френч на ногах. Мне он очень понравился. Настолько нежный. И еще плюс загорелые ножки. Единственная, правда, погода в Москве не позволяет сейчас носить открытые обувь. Но я надеюсь, скоро теплые динки настанут. И я их выгулю. Ну а я жду от вас лайков, комментариев, подписок. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok